ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это они, голосуя рублём за бюджетного корейца, сделали его одним из самых популярных автомобилей в России. С появлением на рынке нового поколения Солярис переживает второе рождение. В хитроватую восточную агрессию дизайнер Петер Шрайер привнёс европейские черты, сделав её похожей на старшую сестру Эландру. Автомобильных журналистов часто ругают за то, что они тестируют самые дорогие из всех версий предлагаемых автомобилей. А потом человек приходит в автосалон и расстраивается по поводу стоимости доп. опции, ведь у него в голове уже сложился определённый образ будущего авто. Тестируя бюджетный автомобиль, я выбрала среднюю комплектацию Comfort, как говорят в народе, на палке, чтобы водители удобно и пассажиры не жаловались, и в то же время сэкономить. Внутри компоновка стала удачнее. Отныне здесь не нужно ни к чему привыкать. А приборы могли бы украсить салоны куда более дорогого автомобиля. Бортовой компьютер хоть чёрно-белый, но удобный. Кожаный руль отныне регулируется не только по высоте и наклону, и обзавёлся не только электроусилителем, но и подогревом уже в базе. Но самое главное, здесь абсолютно нет гнетущего ощущения дешевизны и тотальной экономии. Двигатели остались те же, но серьёзно доработанные. Это два бензиновых атмосферника объёмом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил и 1,6 с отдачей в 123 силы. Оба предлагаются с новой, теперь уже шестиступенчатой механикой и таким же автоматом. Тем, для кого Солярис – это прежде всего такси и водитель с трудновыговариваемым именем, для них новый Солярис точно стал удобнее. Во-первых, места для ног стало больше. И всё потому, что седан во всех измерениях стал шире на 3 сантиметра. К тому же не замёрзните, но это только в том случае, если владелец не поскупился на зимний пакет. Подушка заднего димана будет с выступенчатым обогревом. И это пока уникальное предложение в классе. Я не буду смотреть динамику разгона, не для этого покупают подобные автомобили. Лучше узнаю, что там с экономией. Расход топлива на 100 километров у меня 8,5 литров. Поэтому сэкономить получится не только на цене. Самая дешёвая версия «Актив» с механикой и мотором 1,4 обойдётся в 599 тысяч рублей. Однако за эти деньги, по сравнению с предыдущей версией, получим не просто слегка изменившийся и похорошевший «Солярис», а совершенно новый автомобиль.